В рамках «Ночи истории» в городском музее открылась выставка экспонатов Государственного исторического музея Святой Руси и Заступники. Около ста работ, посвященных образцам русским святых, покорили своей красотой и неповторимостью саровчан. Как отметили организаторы мероприятия, икона интересна не только верующим, но и всем тем, кто следует идеалам добра и прекрасного. Также именно эта живопись передает семейные ценности, традиции и жизненные устои. Наиболее лично для меня, наверное, может быть значимый экспонат – это икона Богоматери на троне с предстоящим Сергием Радонежским. Первоначально по преданиям считалось, что это почти прижизненный портрет Сергия Радонежского. Иконографические черты сохраняются. Сотрудники Государственного исторического музея провели экскурсию по экспонатам выставки. Однако, если вы не смогли побывать на акции «Ночь искусств», у вас есть возможность посетить музей и увидеть образцы русских святых до февраля 2023 года. Он вошел в пещеру и нашел там тысячи тысяч людей. И да, вот учеников, последователей. То есть, вот действительно, это пещера, которая превратилась в такой сон святых. Мероприятия дополнили творческие станции для детей и их родителей. Горожане участвовали в исторических экторинах, мастер-классах по созданию берегов, кукол и игрушек. Открытие выставки «Святой Руси заступники» сопровождалось выступлением воспитанников и педагогов детской школы искусств. И с каждым годом, день за днем, ты наполняешь взор огнем. Тебе возносим руки, алюя. В художественной галерее «Ночь искусств» стала настоящим праздником, ведь одновременно открылись две выставки. Детская школа искусств номер два организовала третий областной фестиваль народного костюма «Краса России». Работы подготовили как взрослые, так и дети, причем с особой любовью к народному творчеству. Здесь выступали творческие коллективы, здесь пели дети прекрасно, здесь были танцы, и весь фольклор был под стать этой выставкой, потому что она объединила мастеров, художников и детские работы Нижегородской области. В рамках акции открылась выставка городских художников. 187 рисунков, выполненных красками, карандашами, а также скульптуры, были размещены в галерее. 55 творцов представили свое видение улиц, достопримечательностей, природных объектов Сарова. Здесь и натюрморты, здесь и портреты, здесь яркие краски и сдержанная пастель. Здесь хватает всего. На самом деле эта выставка в этом году получилась очень плотная. Нам хотелось показать разнообразие тех направлений, которые есть в городе Сарове, и мне кажется, что нам удалось. Елена Лемясьева принимает участие в выставке с 2020 года. Девушка занимается творчеством с пеленок. В ее семье отец – художник, а запах краски для Елены – самый родной. Летом у нас очень много пионов, все это красиво, распустившиеся розы. Я уже написала пионов роз и других букетов, и стоял одинокий букет, в котором еще даже только бутоны начинали распускаться. Мне стало бы жалко, что все уделяют внимание таким шикарным цветам, и он стоит одинокий. И вот я им составила компанию. Следующее масштабное культурное мероприятие планируется в мае, и это будет ночь музея. Но городской музей, художественная галерея и библиотеки всегда готовы погрузить саровчан в искусство и историю страны. Улена Скородума, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей СОРОУ-24.